И на сегодняшний день даже возьмем кожу нашу, да, почему я, я не том, что против инъекций, мне нравятся девочки, которые могут себе позволить делать какие-то инъекции, неважно куда, там, лоб вот здесь вот убирать это, там, что-то подтягивать еще, они, конечно, красотки, они выглядят здорово. Но я понимаю, что изначально кожа, она точно так же была другого качества, к которому мы, возможно, можем прийти. Это я сейчас только изучаю, я не могу сказать, можем мы прийти к этому или нет. Но она не могла обвисать, она не могла быть лишней. И вот этот вот коллаген, который мы сейчас все, многие употребляют, да, не люблю это слово все, многие употребляют, чтобы как раз кожа одна съехалась, это внешний фактор. И когда ты, когда у тебя есть возможность получать энергию внешнюю, то как раз вот эти вот, не знаю, как назвать, спайки, да, то есть смотрите, что такое энергия, что такое, когда человек может жить без еды, без еды, без жидкости. Это как раз вот это получение источника, источник, который является солнечной энергией, но это не солнцееды. Это кванты света удаляются, а поверхность нашего тела, чувствуем мы это или не чувствуем, неважно. И энергия частицы передаётся телу и переходит из кинетической в потенциальную и тепловую. И даёт на поддержание температура тела в оптимальных 34 градусах, до 34 градусов. Не до 36,6. 36,6 – это воспалительный процесс всего нашего организма. Для жизнедеятельности и идёт на работу внутренних органов. Вот эти вот 34 градуса, 34, ну 35 возьмём, да. 35 – это уже такая повышенная, я бы вам сказала. И та самая потенциальная энергия стимулирует работу в том числе и митохондрий, что обеспечивает работу внутренних органов. И вот эти вот частицы света, это когда ты славливаешь их, то ты понимаешь, что ты их славливаешь не головой, это не мозговая функция идёт, это идёт функция тела. То есть наше тело, оно может работать вообще вне зависимости от мозга. Это то же самое, что наше тело, если у человека удалят копчик, есть такие моменты, и, например, там ставят какой-нибудь там титановый там или ещё что-то, он может функционировать, может. И человек на сегодняшний день в том числе может функционировать с искусственным интеллектом, да, сейчас мозг называют, с искусственным интеллектом, потому что он не связан с телом. Точно так же, как и голова может отдельно быть от тела. Точно так же, как и голова может быть от тела.